Добрый вечер всем, с вами ваш русскоязычный адвокат в Италии. Сегодня я хочу вас всех проинформировать, что по последней полученной информации в марте-апреле 2019 года в Италии будет оправлен новый Декрет оф Луссии 2019 года. Так называемый закон, который определяет и выдает квоты на конвертацию и получение новых видов на жительство. Аргумент каждый год очень трудный, очень многие люди изобретают себя юристами, подают на эти квоты и потом получают в следующих месяцев отказ. Позвольте, я вам дам пару советов, чтобы правильно отнестись к этому аргументу. Первый элемент и аргумент, который я хочу сразу отстранить и удалить, это что? Это, к сожалению, не санатория. Санатория в этом году не будет, с актуальным государством этой санатории далеко мы пока что не увидим. Спасибо господину Саввини, поэтому этот аргумент мы можем сразу отстранить. Первый элемент, который вы должны помнить, на получение успешной конвертации вашего вида на жительство через Декрет оф Луссии 2019 года, это то, что у вас должна быть прописка. Если у вас есть прописка, которая уже давно подана и она завысла, обращайтесь к нам, мы можем ее ускорить. Второе. Для подачи на конвертацию есть один специальный, специфический модул онлайн. То есть есть такая анкета онлайн, которая должна быть заполнена. В принципе, все думают, заполнить эту анкету легко. Это есть легко для тех, которые знают, как ее заполнять. Почему-то, не по секрету, каждый год, 2-3 месяца после того момента, когда открывается Декрет оф Луссии, падает и валится, и сыпется, как дождем, куча отказов. Почему? Потому что люди или не заполняют правильные элементы, или не имеют пропиской, или не хватает какие-то другие реквизиты, или нет работодателя, который готов принять человека на работу. Мой совет это заплатить и правильно гонорар профессионалу, чтобы он вам помог правильно составить эту анкету. Мы этим, эксперты, занимаемся уже много лет, чтобы правильно собрать в Алакиту документов, которые нужны для подачи, чтобы вы правильно подали в день, чтобы вам выдали квоты, чтобы в момент, когда вы пошли потом в префектуру на получение, оформление контракта Ди Суджорно и выдача почтового кита на получение Приместа Ди Суджорно, у вас было все готово. Четвертый элемент. Если вы должны подавать на эту Декрет оф Луссии, вы не должны это делать в тот день, когда будет первая возможность подавать. В эту анкету, расскажу вам секрет, можете заполнить, на самом деле, заранее. Только вы должны ее заполнить, естественно, само собой, правильно. Мой совет это, опять же, обратитесь к профессионалу, чтобы вам правильно составили эту анкету. Эта анкета может быть составлена уже заранее, со всеми содержащими элементы приложенных документов, чтобы в тот день, в ту минуту, когда будет открыт доступ и возможность подавать на конвертацию, у вас уже все было готово. Обращайтесь к нам, у нас есть большой опыт в этом. Можно помочь с пропиской, можно помочь с работодателем, можно определить и объяснить вашему работодателю, что нет никаких проблем принять вас на работу. Мы готовы этим заниматься, подсказать более правильный формат наемной работы или автономной работы, которую можно получить. У нас есть бухгалтера, которые будут рады вас обслужить, открыть ваш ИП, протита ИВА и обслужить в дальнейшем продолжении бухгалтерии и сопровождении. Поэтому какие-либо вопросы, сомнения, допросы и информации, обращайтесь, мы будем рады вам помочь. Спасибо.